Здоров! Привет! Ну что, прошла неделька? Что посмотрели? Что видели? Что сам видел? Что рекомендуешь? Новиночки, может, такие же? Давай начнем, поговорим о том, что смотрели. Давай я начну. Меня зацепил один фильм, достаточно серьезный. Хочу людям порекомендовать его. Называется фильм «Безупречный». Вышел он несколько дней назад. Вышел на канале HBO. В России это онлайн-сервис Амедиатека. И хорошо, что он там вышел, потому что фильм лучше смотреть онлайн. Сюжет развивается не быстро, спокойно. В центре сюжета Нью-Йоркская школа на Лонг-Айленде, который борется за звание стать лучшей и престижной. А что у них такое престиж? Это приглашение от лучших университетов. Это легко согласованные высокие бюджеты. Это рост цен на недвижимость вокруг школы. То есть престиж очень важен. А чтобы стать лучше, нужен кто? Эффективный менеджер. Или директор школы. Как раз директор школы играет... Хью Джекман. Хью Джекман. Да, который сразу ассоциируется по роли Росомахи. И здесь я считаю, это одна из лучших его ролей в этом фильме. Он даже не играет, а, можно сказать, живет. И ты ему начинаешь безоговорочно верить буквально с первых минут. Элегантный, обворожительный. Он всегда готов выслушать и мать, и ученика. Помочь в любом вопросе. Прийти на помощь. Он все силы бросает на достижение поставленных целей. И безоговорочно признает своей работе. И борется за репутацию школы. Но не все так просто. Оказывается, управляющие имеют свои секреты. И благодаря упорству и беспринципности юно-журналистки эти секреты становятся зациальным общественности. В итоге мы имеем крупнейший скандал о хищении в американских государственных школах. А, насколько я помню, этот фильм же по реальным событиям вроде как сделан. Да, это именно по реальным событиям. Но здесь не будет, конечно, показано никаких рящных коррупционных схем. Не про это фильм. Но он заставляет задуматься и ставит актуальные для российского зрителя вопросы. Вообще, какова цена эффективного менеджмента? Где начинаются необоснованные расходы и растраты? Можно ли ради какой-то цели закрыть глаза на мошенничество? И стоит ли вообще раскрывать преступную схему, если мошенник твой друг? Твой близкий друг? Ну, в общем, о фильме можно говорить много. Действительно, очень достойное кино, которое заставляет именно подумать. Рекомендую для тех, кто хочет подумать, поразмыслить, позадавать себе вопросы. Сколько денег нужно сдавать на шторы и где эти шторы реально оказываются? В чьей квартире? В чьей квартире оказываются? А можно ли шторы купить у своих? Говорю, здесь рассуждать можно много. И надо не забывать, что Америка к этому относится немного по-другому. То есть и в фильме часто упоминается. Это же сведения, которые подлежат общественности и достоянию. То есть все бюджеты там раскрыты. Все растраты обязательно должны быть хранятся, раскрыты. И каждый может прийти, в том числе и школьник, и посмотреть, а куда шли деньги. Это Америка. Ну да, не так, как у нас. Если ты начнешь задавать вопросы, где чеки и прочее, но тебе мало того, что на идиота посмотрят, а потом еще и... Ну да, ну да. И даже вот с этой стороны посмотреть дату и удивиться, как это бывает. Ладно, окей. А как там, кстати, дело с толерантными такими моментами? Хью Джекман не черный? Или он любитель... Я на самом деле... Вот ты меня вынудил сказать. Я не хотел говорить. Да. У Хью Джекмана там двойная или тройная жизнь. Свои секреты и... Для всех он выглядит как премьерный семьянин. На самом деле, не все там так легко. Ну ладно, окей. Ответ ровно... И не все так традиционно. Ответ ровно такой, чтобы повесить интригу и заставить посмотреть. Окей, слушай, хорошо, хорошо. То есть это вариант такого больше семейного кино? Или это прям вот с парнями сесть под пивасик шлепнуть? Или это именно вот с девушкой, с женой вечером? С девушкой, с женой вечером. И если вы хотите думать, потом еще об этом поговорить. А с парнями надо смотреть. Опять же, вышел тоже недавно. Блэдшот. Ооо. С миноведителем. С парнями за милую душу. У меня вот заготовлен. Как это, да, в списке, в виш-листе списке дела у меня он находится. Чувствую, это вот как раз-таки тот фильм, который вернет нас, вот окунет в атмосферу двухтысячных, от времен Стэтэма, вина Дизеля, вот этого молодого, когда еще первые форсажи, где этот парняга летал на машине, там лупил всех подряд. Да, это то? Это вот то самое? Да, обычный, простой сюжет. Погибает солдат, его оживляют, он идет мстить тем, кто его убил, да? Ну, это история из трейлера, опять же, мы не спойлерим, это все было показано. Да и, собственно, глубины какой-то ожидать глупо от такого рода. Летят пули, взрываются, ему помогают нанотехнологии восстановиться. Правда, почему-то нанотехнологии еще восстанавливают его одежду. Но об этом можно не думать. Потому что качественная одежда не греха восстановить. Да, ну, как бы оно там все восстанавливается. Поэтому лучше об этом не думать. И простить. Это как раз таки фильм, вот с парнями под пивасик на диванчике. Да? Ну, отлично. Слушай, окей, хорошо, хорошо. И тогда что посмотрел? Серьезненького. Серьезненького я что посмотрел? Например, например, по Кингу, по Кингу, Доктор Сон, по одноименному роману. Ну, это роман, да, судя по всему. До этого не читал? Нет, нет, вот я с Кингом сталкивался в своей жизни. Ну, естественно, не вживую, а через его произведение. Это «Темная башня», нелезоизвестная, просто от корки до корки. Отличнейшее очтиво, но сейчас не о нем. «Доктор Сон», у него есть также одноименная книга. Чуть-чуть постараюсь без спойлеров, конечно. Это продолжение? Это, да, это книга, которая начинает свое движение. Движение, начало. Начинается после событий «Сияния». Это когда семья, муж, жена и маленький ребенок поехали развеяться, да, по-моему, они поехали. Поэтому концепция была такая, что в горнолыжный курорт, и там выливло... Да, отец писателям, к которым не приходило зрение, поехали развеяться. И определенная движуха произошла там, и «Доктор Сон», грубо говоря, берет свое начало. Вот как раз-таки спустя, ну, там какое-то небольшое количество времени, там, по-моему, даже года не прошло. Вот именно пустого момента, как закончили события «Сияния». «Сияния» — фильм, по-моему, 1980 года, если ли мне память не изменяет. Это, ну, классика, так сказать, кинематографа. Поэтому, я думаю, многие сейчас... А уже все раз, это Кубрика? Да, да. Он не смотрел обязательно. Посмотрите. Ну, опять же, подготовьтесь. Это все-таки Кубрик, в первую очередь. Во второй очереди, это 80-й год. Вот это, но однозначно стоит, стоит ознакомиться, посмотреть. Фильм отличный, то есть, это, ну, художественное произведение. А «Доктор Сон» получился? «Доктор Сон», все, вернемся к нему все-таки. «Доктор Сон», фильм идет, в первую очередь, хочется отметить, три часа. Это, по восприятию, классический вот кин, классические его вот романы про Америку, про простых людей, в первую очередь. Какие-то, ну, так скажем, наших внутренних демонов. То есть, там есть фэнтезийные моменты. Такое, даже, скорее всего, не знаю, как правильно это характеризовать, чтобы корректно прозвучало. Дорожный фэнтезий, не знаю, как это, вот какие-то вот грань городских легенд, что ли, вот что-то такое. То есть, ну, я немного сейчас запутаю, но в целом, это фильм о простых внутренних демонах, в первую очередь, главного героя, во вторую очередь, в принципе, демонов. Мистике не намешано, то есть, там нет никаких-то там вот отсылок к какой-то древней, там, египетской мифологии, мумиям и прочего, нет. Это вполне такая вот современная мифология, которая, в принципе, имеет место быть. Фильм, однозначно, стоит смотреть. Это, в принципе, отличнейший фильм, которому стоит посвятить вечер. Как с друзьями, наверное. Ну, естественно, не под пивко, наверное, потому что это фильм тоже многие такие моменты, которые реально серьезные и заставляют задуматься. Они не сверхглубокие, я бы сказал, то есть, там нет каких-то там глубоких психологических анализов. Это простые вещи, это как алкоголизм, переживания, сублимации и прочее, то есть, чему мы все подвержены. Алкоголизма, естественно, нет. Дорога жизни. Говорю, конечно. Хорошо. Вот. Есть, конечно, несколько таких, ну, субъективных уже пределек, концовки. По-моему, она, вот эта цикличность Кинга, которая та же Темная Башня, когда конец в итоге приводит на сначала все истории. Опять же, субъективно кому-то нравится, кому-то нет. Я не знаю, честно говоря, больше понравилось мне или не понравилось. Ну, честно говоря, не знаю, не знаю. Каждый пускай посмотрит, составит свое мнение. Что еще такого из таких каких-то спорных моментов? Да, в принципе, ничего. Наверное, только концовка. А, важно. Поскольку эта книга и фильм основаны на событиях сияния, если вы не видели, я даже не знаю, с одной стороны, это немного нечестно. То есть там такие отсылки идут, то есть это не отсылка, там прям переснятые моменты из того же сияния, ну, реки крови из лифта, момент с прорубленной дверью топором, вот этим всем. Это все показано крупно, это не намек, это прям тебе показано. Типа, на, смотри. В принципе, ну, взрослые, которые видели... Ну, кто не видел, не поймет, да? Кто не видел, не поймет, он скорее воспримет это просто. Ну, какая-то дверь, что-то, видимо, тут случилось, какая-то, ну, явно прорубленная вандальным способом дырень, что-то тут какая-то дичь творилась, какие-то реки из кровищи, текущие из лифта. Это скорее будет просто художественным образом, который, ну, ну, ладно, захотел режиссер показать мне это, ну, пускай. Кто видел, кто поймет, что это отсылка к сиянию, а тот такой, лук, ничего себе прикольно. Снято пуля в пулю, то есть вообще без, прям вот один в один. Что еще? Что еще такого? То есть, это, наверное, вот этот момент такой, ну, спорнова. Ну, я хотел тебе еще один вопрос задать. Возможно фильм разбить на два вечера? Да, да. У фильма подача такая, что он подается частями, то есть, у главы, как главы в книге. То есть, первая глава, она об этом, вторая глава, она спустя, например, год или восемь лет, нам есть такой момент. То есть, там пока на процессе эволюции героя главного, который, кстати, как товарища зовут, ты знаешь, это Оби-Ван из Звездных Войн. Как зовут его? Макгрег. Макгрег. Иэн, по-моему, его имена. Да. Ну, скорее всего, Ирландская. Ну, скорее всего. Ну, маг, да, вот это. Вот, собственно, он играет, уже выросшего того парня из «Сияния», играет отлично, смотрится отлично, вообще вопросов нет. Фильм однозначно можно разбить пополам, можно даже разбить на три части. В целом, там, я точно не помню, 6 глав, может быть, 5 глав. Можно, вплоть, после каждой ставить на паузу, идти отдыхать, там, не знаю, пить, есть, гулять, общаться и прочее. Ну, минимум на два вечера можно разбить по полтора часа. Поэтому, в принципе, удобно и говоримо. Да, то есть, все три высидел, молодец, не высидел, ничего страшного. Там есть моменты, где реально можно поставить на паузу и передохнуть. В целом, вот, рекомендую. Стоит того, особенно любителям Кинга, особенно тем, кто смотрел «Сияния», кто читал, ну, кто читал «Доктор Сон», я не знаю. Скорее всего, это фильм прям очень прям по книге будет идти, поэтому, ну, опять же, на игру Иэна, на всю вот эту атмосферу, очень, да, актеры молодцы, все ярко, четко, классно. Ребят, очень строго рекомендую. Что еще? Давай, что-нибудь наоборот, о том, что-то погрузились в это все дело. Вот, блатшот. Что-то легенькое еще. Да, вот, вот, типа блатшота, вот, что-нибудь такое, чтобы отдохнуть, все-таки люди, ну, тяжело работают, сейчас ситуация такая в стране, что заморачиваться лишний раз. Давай, вот, свежачок какой-нибудь такого, вот. Пушки Акимба. О-о-о, давай, ну-ка, ну-ка. Да, как бы... Неоднозначный фильм, так скажем, да? Неоднозначный фильм, посмотрев трейлер, как-то даже решил посмотреть, думал, будет что-то легенькое, думал, будет что-то взрывное. Играет там Гарри Поттер и Дэниел Рэдклифф. Да, он самый. Начал смотреть и, наверное, ну, не к середине даже, а почти что сразу как-то разочаровался. Меня вообще фильм разочаровал. К середине я вообще понял, что я просто теряю время. Ну, благо, он шел не три часа, досмотрел и понял, что действительно мог бы не смотреть. Посмотреть трейлер и все так оставить. Абсолютно не понял, зачем они это делали. Таких фильмов было полно. Ничего нового туда не принесли. Какие-то смертельные гонки. Ну, таких фильмов было много. Экшен ради экшена не шибко понятно. Это не понятно смысл. Это даже не фильм с Вином Дизелем и со Стетомом еще с кем-то. Это вот именно... Да, мало того, что главному актеру... Ну, тебе его просто не жалко. Ты не знаешь его предыстории, почему ему нужно назвать. Он не видит Дизель, он ничего. Тебе его просто не жалко. И, честно говоря, мне даже было... Иногда хотелось его... Ну, когда его замочат? Вообще замочат его люди. Ну, потому что тебе не жалко. Он действительно недотепает. Абсолютно не вызывает ни симпатии, ничего. И не хочется даже смотреть, что там с ним дальше будет. Общий мир тоже непонятно какой. Ну, просто даже говорить не хочется об этом фильме. Потому что вообще не интересно. Там все плохо. Да, в первую очередь... Ты посмотрел вот уже, да? Да. Посмотрели с женой вечером, не под пивко, конечно. Но ради прикоснуться к прекрасному кино. При всей любви к Редклиффу, к его экипажу, к нему как человеку... И здесь получилось какое-то, ну, наслоение. То есть, вот роль именно паренька, который программист бедный, с которого бросила девушка. Все у него в жизни рухнуло. И вот он весь... И то есть у Редклиффа типаж такой, ну вот... Не то, что затурканного паренька, но вот он такой вот прям, вот такой прям. То есть, он не виндизель, так скажем. И вот это вот еще и роль, вот это все, она как-то его обернула. Прям совсем предло какое-то уныние, вот комок уныния паренек этот. Очень резко это все на него наваливается. Ты не понимаешь, почему, что ты не понимаешь. Наше это время. Ты вроде хочешь задать вопрос, а как вы реализовали-то всю эту движуху? То есть, там, ну, так скажем... Ну, не знаю, как это общим словом назвать. Нелегальные бои, шоу, аноси, вот этим всем. Причем это, судя по тому, что он транслируется, и копы за этим всем особо, ну, не гоняются. Это, видимо, легализовано как-то. Не суть. То есть, а вселенной вот именно где-то происходит о мире особо как-то, ну, пояснений нет. Тебя просто уберут и кидают сразу в гущу событий. Ты уже там, уже оглядываясь, смотришь, почему это, как это, что это за вселенная, после чего это произошло. То есть, это виртуальная вселенная. Почему так происходит? То есть, в целом, у меня у меня сложилось ощущение от фильма, что режиссер-сценарист, они просто увидели Doom, игру. Не старенькую, а вот которая с 2016, по-моему, года, вот сейчас вышлась. Ну, последний свежий Doom. Звуковой ряд, видеоряд, напряжение, вот это все. Вот оно вот, вот лупасит зубодробительное музло, вот эта вся красота. И вот она на протяжении всего фильма. Это вот реально вот Doom. То есть, вот вся игра, она об этом, но игра это немного другое, нежели фильм. Поэтому, где игре это идет на пользу, в фильме, к сожалению, ты устаешь. Оно все цветастое, оно все нормально, драйвово, но ты банально устаешь уже минут через 15, наблюдая вот этого всего. Особенно не понимая, ну, зачем ты это смотришь, в принципе. Поэтому, это, наверное... Понятно, ну смотри, а вот еще один такой цветастый фильм, с хорошей музыкой. И где играет Макгрегор. Я так вспомню, что недавно выходили хищные птицы, и на меня хищные птицы произвели совсем другое впечатление. Хищные птицы, собственно, к слову, для господ наших слушающих, смотрящих. Это фильм Харли Квинн по комиксам DC, так сказать, я не знаю, как это это, это спин-офф, скорее всего, именно истории Харли Квинн после действий, видимо, в отряде самоубийц, или это было Эдли. Они там притянули за уши, просто, да, это... Да, просто, да, увидели, что Марго Робби в роли Харли Квинн понравилась людям, это зашло прикольно, и они решили крутануть на этом еще фильмец. Почему именно такое мнение? Потому что, ну, фильм... Ну, не сказать, что он прям отвратительный. То есть, ну, это совершенно не та ситуация, как с пушками Акимба. Это... Я не знаю, как это... Давай я вот в примере расскажу с мультсериалом, который сейчас по Харли Квинн уже второй сентябре выходит. Давай-давай-давай. Опять же, вот не знаю, именно почему, в чем вина вот именно того, что фильм смотрится хуже, чем мультсериал все-таки. Видимо, именно специфика мультсериала, что можно какие-то сцены нарисовать именно более ярко и понятно, нежели это с живыми актерами снять. Но мультсериал о том же самом, о том, как Харли Квинн выходит из-под крыла Джокера, понимает всю нездоровость их отношений. Ей помогает во всем этом Ядовитый Плющ, подруга ее. Там подчеркивается, напоминается и подчеркивается момент, что Харлин Квиннзель все-таки бывший действующий психиатр в Аркхеме. Что она все-таки... Ей свойственен психоанализ, и она знает, что с этим делать. Потому что у нее есть бумага об этом. И вот эта вся ситуация, то, как Харли хочет занять свое место в обществе, получить именно уважение, респект от окружающих. Не потому, что она подруга Джокера, и все лебезят, либо боятся Джокера, и поэтому с ней хотя бы общаются. А именно достичь этого всего самой, параллельно прорабатывая себя в голове. Стоит отрицательный злодей, отрицательный герой. Слушай, именно отрицательный, да, верхушки антигеройской, вот этой всей движухи, то есть, ну, это, видимо, специфика ровная, пришел делать. Вот, мультфильм однозначно об этом гораздо лучше, красочнее понятие, с юмором, с такой, с чернушкой. О том же самом, то есть, это то же самое, хищная птица, но почему-то мультфильм просто, ну, наголо, то и на две выше, чем, к сожалению, фильм именно... В принципе, это фильм, как сериал, да, это второй сезон уже выходит, да, в процессе, сейчас уже показа, три или четыре серии уже вышли точно. Ребят, я его встречал тоже на кинопоиске, по-моему, кинопоиск его, в принципе, у него отличные рейтинги, очень легко смотрится, много команд, которые его переводят, я бы рекомендовал все-таки субтитры и оригиналы. Потому что, ну, интонация, вот это, кстати, если я не ошибаюсь, Харли Квинн в оригинале озвучивает Кайли Кока, это Пенни из сериала Теория Большого Взрыва, я думаю, многие ее знают, очень приятно слышать ее, вот, ну, то есть, она меняет голос, потому что все-таки вот именно вот под стиле Харли это очень прикольно ощущается, ты не видишь в этом Кайли Кока, ты не видишь в этом Пенни, ты видишь именно Харли Квинн, и тебя, то есть, отлично, то есть, все отлично, ребят, при большом желании посмотрите Хищных Птиц, но в основном, уделите свое внимание все-таки мультсериалам, это стоит того. Ну, давай, может быть, тогда еще какой-нибудь сериальчик порекомендуем. Кстати, 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 начал смотреть буквально, буквально на днях, он не то чтобы свеженький, то есть, если Харли Квинн, это прям свежак, этот сериал уже, наверное, многие видели, может, мимо многих, как мимо меня тогда он прошел. Это Пенни Дредфул, в нашем переводе это Бульварные Ужасы, или Страшные Сказки, или Страшные Сказки, да, кто как переводит. Да-да-да, и мне как-то Бульварный Ужас как-то больше. Вообще, мне нравится Пенни Дредфул, Пенни Дредфул прикольно звучит, как не знаю, как… Да, здесь, наверное, именно Бульвар, там сразу… Для меня Пенни Дредфул – это имя какой-то бабушки английской такое. О, тетюшка Пенни Дредфул. Это сериал, по-моему, не совсем корректно будет сказать о викторианской эпохе, я вот не вспомню год, это, по-моему, 1800 какие-то года, 1860-е что ли, Лондон. Сериал «Квинтэссенция», вот, был полный метр, назывался он «Лига выдающихся джентльменов», по-моему, да? Ну, было такое, да. Вот, по-моему, сериал имеет некое… Можно просто сказать, что в этом сериале, да, я просто посмотрел все сезоны уже. Там воплотились те, как бы, чудовища или персонажи той эпохи. Это и «Оборотень», «Лульф», и «Франкенштейн». Что там еще? Кто там еще был? Я пока только этих знаю. Ты сейчас смотри, аккуратнее вот эти все. А, и Дориана Грея, показали Дориан Грей. Дориан Грей, да. То есть, вот тут такие персонажи, которые… Именно той эпохи были и… Ну, как бы… При этом там, в первой же серии, ну, это первые там, не знаю, 20-15 минут, вампиры, собственно, примешаны всему этого дела. Во всяком, это неприкрытая грязь, так скажем. Объединили вот это все, да. Смотрится очень интересно. Я вот даже, с вашего позволения, очень уж хочется загуглить, сказать, как зовут одну из главных героинь. Ева Грин, которая? Да, да. Ева Грин очень интересно играет, то есть, ну, как интересно. У нее вот такой, вроде бы, безэмоциональный персонаж, но она, когда надо, она и улыбается, и все. То есть, такая манипуляторша такая некая. По крайней мере, по первой серии у меня так сложилось. Очень за ней интересно смотреть. Ну, то есть, она приятная актриса, хорошо выглядит. Ну, в целом, вот, стилистика, она прям выдержана. То есть, вот этих вот, опять же, вот, от коль меня изначально... Да, Ева Грин вообще хорошо играет во многих фильмах даже. Тех, где играть и не надо. Это, ну-ка, давай, сказала, давай, это, где это, это, о чем ты, где не надо играть. Или ты это в хорошем смысле, хорошо играть там же, где это даже и не требуется. Ты об этом, да? Ну, например, в этом, там, 300 Спартанцев 2, что ли, какой-то там фильм был, она играла. Бредовый фильм. 19-й век, Британия 19-го века. Ну, это, да, ну, получается, какой-то 1800, какие-то там года. 860, что ли, ну, где-то так. Ну, не суть важна. В общем, Британия 19-й век. Очень ярко, то есть, ну, фильм снят недешево. Это первый сезон, по-моему, опять же, в 14-ом году вышел, да? Если я не обманывал. Да, 11-го мая, 14-го года. То, что шесть лет назад первый сезон абсолютно незаметно смотрится отлично. Ребята, у ребят были деньги, был хороший сценарий, хорошие актеры смотрятся тоже отлично. Особенно для любителей вот такого рода фильмов. Наверное, «Сонная лощина» мне больше приходит в голову. Вот такого. Ну, отлично, в общем, да. Да, я тоже порекомендую его посмотреть. Мало того, что сейчас вышел первый эпизод спинного этого фильма. Называется… «Город ангелов», как он называется теперь. Да, «Бульварный город ангелов». Действие разворачивается уже в нашем веке. 38-й год. Гласс-Арджелес. Не в нашем веке, в 20-м веке. В 20-м веке, да, в Лос-Анджелесе. Не смотрел пока, не могу сказать. Глянул трейлер. Мне кажется, именно вот эту атмосферу они потеряли. Да, это совершенно другое все. То есть, поскольку эпоха другая. Ну, 38-й год, во-первых, и страна другая, и совершенно другой век. Там Натали Дормур, к слову, играет. То есть, вот имя Евы Грин занимает Натали Дормур, как я понимаю. Не знаю, не знаю. По трейлеру пока совершенно не то. Но вдруг, вдруг надо посмотреть, сложить мнение. Поэтому пока рано, но по ощущениям это будет совершенно другое. Посмотрим, расскажем. Да, посмотрим, расскажем. Смотрите нас чаще. Да, смотрите интересные фильмы. Смотрите нас. Рассказывать, что мы смотрели. Делиться со своим мнением. И на сегодня все. Всего доброго. Не валяйте. Счастливо тебе. И тебе, Олег. Счастливо всем. tropical andar с prejudice мачех 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 Продолжение следует...